альпина вариатор альпина на вариатор сафари я так не ориенчал все вариатор на месте прям пальцем так смазываю вот эти места первое впечатление ребят огонь тянет вообще альпина так не сможет вот это да всем привет из коми привет от олега сегодня я возле снегохода буран и хочу в этом видео показать как я буду менять вариатор альпина вариатор альпина на вариатор сафари это не поучительное видео как бы сам я новичок в этом деле первый раз меняю вариатор я уже открутил альпину чтобы сделать этот вариатор сафари синей крышкой я заказывал в интернет-магазине севертехника вот в этой коробке он пришел вот такая севертехника этом интернет-магазине ребят очень много всего интересного даже для лодочных моторов suzuki 6 там есть как сказать запчасти для лодочных моторов для снегохода для рыбалки между прочим для рыбалку очень дешевые для машины для ледобура мне очень интернет этот магазин понравился ну и я заказал вот такой вариатор сафари на синей крышкой я просто я сразу сказал давайте говорю у меня с синей крышкой не с красной с красной и синий и чтоб говорил мне вот этот отверстие вот этот вал что полировал не подошел сюда конечно как сказать сейчас будем проверять как все это подойдет вот что переходите по ссылке севертехника и там посмотрите много интересного я просто так не рекомендую так ну что перед тем как ставить этот вариатор надо было мне открутить это сафари альпина держится на одном боль болтика и вторая половина вторая половина находится вот тут сейчас я вам покажу вторая половина вот здесь он находится это надо еще ремень не снять альпина на этом был один болт вот крепится и все и чтобы вот это вторая половина открутить с коленвала я сделал вот такой спец ключ но на другом канале я уже об этом показывал ставится я много там комментарии и комментарии я посмотрел что очень туго затянут этот вариатор очень плохо откручивается можно конечно вот так взять и открутить как-то чем-то но я решил вот сделать вот такое приблуду обычный спец ключ и здесь еще вот такая прорычь это я вам покажу тоже для чего и это для чтобы ставить сейчас посмотрим получится ли нет открутить некоторые говорят вообще не откручивается там мучаются ну надо посмотреть как у нас что будет давайте не буду больше этот новый я ставил но пока принципе и не катался ремень сняли зафиксируем вот такой ключ на 36 там сзади этого этой тарелка там есть рейку приготовил чтобы ничего не сломать ну вроде еще ну и давайте попробуем ребят открутить большого ущелья говорят надо я так нервничал блин оказывается все хорошо бывает там с щелчками отходит а здесь у меня так мягко отошло все четко это самое главное блин я боялся того что я не смогу это все открутить вот и все подшипник как будто сухова подшипник как будто чуть-чуть суховат самое главное чтоб сейчас сафари все подошло я смотрел в интернете тоже вот люди как бы все это откручивать полностью разбирают и смазывают все детали там внутри у меня открутить открутить не получилось вручную не мы ни в какую тоже нужен спец ключ или же здесь как бы тоже так все нервничок так вроде тоже некоторые только как у меня знакомые говорит ну что возможно говорит закручиваешь и он не открутиться но есть видео показывает где все это дело говорят что надо очень сильно закрутить опять же поставил я вот это фигню я как он увидел сейчас это мне и у меня не подходит вот так этот ключ не подошел вот одна беда уже есть как бы надо вот открутить в эту фигню быстро откручу попробуй так и так крутите поставить на улице сегодня не погода метель так так как интересно так так ладно сейчас другого варианта у меня нету закручивает идеально хорошо бы натягивает вообще классно вроде затянуло знаю потом еще надо усилие или нет боюсь что-либо сломать я это умею где-то что-то ломать вроде все куда больше вариатор на месте потом надо измерить расстояние все это дело в проверять расстояние от вариатора вот так и ширину тебя это надо уже я на видео тоже посмотрел штангель циркуль надо и уровень но одним шланг ключ работает ребят открутил и закрутил на немножко переделывать буду переделывать это получается длинные мешают а так принципе все хорошо ладно сейчас проверим расстояние если все хорошо уже поставлю как сказать ремень и будем пробовать заведем так ребят вот этот диск здесь должен 30 33 миллиметра на должен быть вот я здесь картину скачал здесь должен быть 33 миллиметра плюс минус 0 5 ну вот я тут скажем вот так и у меня здесь ровно без обмана тридцать два с половиной 32 с половиной но чуть-чуть погрешность какая-то есть все это трогать не стану ширина хорошая потом я буду мерять длину между валом вот скажем вот вал и в передний вал вот между двумя валами здесь должен быть 27 и 8 ну я способ такой нашел вот я ставлю где-то где-то примерно на середину этого болта вот такого и где-то уровень и по уровню линейка типа не надо мне какой-нибудь градуса на место линейки вот так я буду смотреть здесь 27 так подожди 27 27 и 7 примерно 27 и 7 27 с половиной или 27 7 примерно так вроде бы тоже как бы нормально если по-другому будет там будет жевать ремень 27 7 пускай так будет пока ничего трогать не стану и еще вот измерить вот тут вот между этой тарелкой и вот до края вот этой тарелки но примерно ориентировочно вот так вот этого я удовольствовать от чего чего я не получил в принципе 54 54 5 сантиметров 4 миллиметра плюс-минус там один миллиметр но она из-за одного миллиметра там ослаблять двигатель и проверять думаю это не стоит потому что погрешность не такая большая дальше ребят я немножко вот видите места смажу для этого у меня есть вот такой такая смазка мобил это я брал в этом магазине в секту кария получается motomarket тоже хороший хороший магазин секту кари для снегохода вот вариатор север техника там тоже советую перейти по ссылке и ребят вам я уверен вы это как сказать будете довольны тем магазинам еще купил в этом магазине вот такой силиконовую смазку но там внутренние детали я немножко смажу потому что конечно надо разбирать все это смазать это ненадежная смазка внутренности все это детали надо смазать вот этим мобилом это уже смазка так смазка хорошая вязка пока так ну и здесь вот что вот могу куда добраться это здесь вот прям пальцем вот так смазываю вот эти места для вкладышей пусть ходит вкладыши хорошо смазывает некоторые вообще только силиконом пользуются чтобы не испачкать буран еще что там но блин вот этот силикон просто вода блин я особо не доверяю вот это уже смотрите какая она вязкая какая вязкость у него класс ну так себе немножко смазал потом периодически здесь буду конечно же следить смазывать смазка есть там есть последний штрих вот это чтобы еще подошло подошло надо рамень еще я моя старый рамень окей джем если приходит а посля если так я подвину она думаю влезет тогда отлично все ништяк ну чуть-чуть покатаюсь на старом ремне потом уже поменяю ребят пусть немножко там притрется все это дело сейчас попробуем еще крышку сейчас попробуем еще крышку подойдет подошло вроде подошло вроде подошло ребят вообще отлично да ничего нигде не мешает крышка подошла вообще класс все вроде поменял сейчас я заправлю топливо в бак полный бак заправлю обнулю вот этот спидометр и с новым вариатором тоже буду проверять какой расход будет немножко этот бардак уберу ну что сказать что сказать ребят вот вариатор альпина решил поставить сафари попробуем покатаемся а это будет запасная подшипник сухой совсем сухой вот будем тестировать плюсы и минусы я буду рассказывать немножко волнуюсь как бы первый раз с этим вариатором чтобы все хорошо прошло ничего не надеюсь все правильно закрутил так ладно заправляюсь 28 литров заправлю у меня тут маркером отмечено заправляю бензин разбавленный автоном всегда разбавляю бензин автоном для бурана много вопросов тоже бывает чем лучше заправлять два то я как-то не доверяю маслом а там уже проверенное масло годами проверенное десятилетиями дымит на с двигателем думаю ничего не случится именно голодание масла ничего не будет нет моя рекомендация авто а там уже сами решайте что заправлять 28 ну чуть-чуть осталось это все уже что-то примерно 29 литров получилось до 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 Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Буквально чуть-чуть только шипит На улице почти плюс, ну минус 4 градуса Ощущение вообще плюсовое Не знаю, набивает, нет сегодня, но В принципе, не набивает, мокрого такого снега нету Но первое впечатление, ребят, действительно Небо и земля с альпиной По целине, чтоб так он шел В некоторых местах прям снега почти до фары Виталий, тебе отдельный привет Отдельное спасибо за твой совет Ты уже мне не раз посоветовал взять этого сафари И наконец-то я это поставил Вообще прет Хорошо идет Вот Ну и еще раз хочу всех, ребят Перейти по ссылке Кто из буранистов У кого есть бураны, запчасти Вот это, как сказать Вариатор, оттуда я брал Вариатор хороший Все без обмана Севертехника Там сайт Будет в этом В описании канала Я доволен Сейчас, короче, обратно я поеду уже Не буду я К тому переходу Возвращаться там Вообще меня нали Я здесь я перейду По Главной Дороге Где переходят люди Вот это да Жесть Вообще класс Возвращаться Продолжение следует... 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 Продолжение следует...